Продолжение следует... Всем привет, друзья! Ну что, технологии много и много чего интересного я вам подготовил. Но вы не забывайте поставить лайк, подписаться, оставить комментарий. И как много интересных событий вы сейчас узнаете. За последнее время везде, друзья, в России, в Германии, во Франции и даже в Китае мы можем видеть несколько удивительных фрагментов. И это уже не фейк. Но как это объяснить, фейк это или нет? Давайте все-таки с вами разберемся. За последнее время мы даже путаем секретные вооружения, технологии или там что-то еще. Еще армия создает новую армию. Такую вы еще, наверное, не слышали. Но я не хочу вас сейчас пугать, а хочу кое-что показать. Видели когда-нибудь летающую термобаллистическую магнитную волну? Вот она, перед вами. Эта новая разработка или что-то наподобие может блокировать связь и может блокировать, друзья, все. Но связь в том, что это необычная, одноразовая. То есть она устанавливается специально в таком месте и создается перед собой очень уникальную платформу, которая называется защитный барьер. После этого включаются какие-то функции. Самолеты на расстоянии 80-100 километров могут упасть. Проверка уникальная, но интересно, поверите вы в это или нет? Я думаю, может и нет. Поэтому я хочу кое-что еще вам показать, а реальность оказывается все ближе. И запомните, друзья, то, что вы сейчас узнаете, я вам гарантирую, вы будете в шоке. Вот необычный фрагмент интересного момента. Это поле, друзья. Нет, это не разработка уже там человека. Это шокирующий материал, который очевидец заснял в поле. Что самое интересное, это видео, друзья, набирает очень интересный хайп. А именно тем людям, которые выложили это видео на специальной платформе. Неопознанный летающий объект завис прям от земли несколько метров. А потом начал плавно улетать. Очевидец просто стоит и снимает. И самое интересное, он даже не кричит, не бежит и не паникует. Такое ощущение, что здесь, друзья, есть один маленький подвох. Типа, ты давай снимай меня, пока я здесь летаю, а то я сейчас улечу и больше ты меня не снимешь. Но нет, друзья, на самом деле это видео было снято недалеко. В Краснодарском крае в 2023 году. Как утверждают очевидцы, это было видео сделано почти поздно осенью. И самый интересный момент, то, что у множества людей, которые стояли здесь, после видеосъемки резко стало плохо. Тошнота, рвота и головокружение. А что это могло быть, врачи даже не смогли объяснить. Сказали, утомление резко. Такое бывает, но нет, друзья. Резкие поднятия давления. Магнитные волны излучают именно эти объекты. И вы никогда не поверите в то, что случилось с этими очевидцами. Но это еще не все. Дальше происходит уникальный момент. Поставьте лайк, а я сейчас вам все расскажу. Необычное видео, которое также может напугать и шокировать. Видео было заснято на Кавказе в 2024 году. Ближе к лету. И, кстати, множество очевидцев считали, что это дрон. Представляете? Разработчики, которые считают, что вокруг все это происходит спонтанно, в необычном формате, считают, что это дрон. Нет, друзья. Это летающий объект по названию НЛО. И он находился в этом месте неспроста. Кстати, я уже об этом видео делал. Что в этом месте находится целый древний каменный город, разрушенный. И часто здесь происходят уникальные видеосюжеты. И этот объект появляется в этом месте. И знаете, что самое интересное? Вы не поверите. Потому что НЛО не существует. Летающих объектов не существует. И вокруг нас происходят уникальные странные видеосюжеты. Но, опять же, друзья, мы можем видеть то, что нам внушают. Но не забудьте поставить лайк, чтобы вы это увидели дальше. И многие моменты, которые все-таки мы видим, считаются, что это не так. Но почему, друзья, вы думаете, что иногда реальность все-таки нереальна? Кто-то утверждает, что мы живем в матрице. Кто-то в голограмме. Кто-то вообще говорит, что мы вообще с другой планеты. Но ситуация не в этом. Ситуация в том, что наши глаза все-таки видят то, что мы не представляем до сих пор этого момента. Посмотрите еще очень интересный момент. Знаете, что самый момент интересный? Это то, что когда человек все-таки принимает реальность. Это видео, кстати, также было заснято. Но это видео, друзья, было заснято уже на Алтае. Необычный объект, который приземлился прямо на дороге. Но очевидцы были в шоке, что это могло быть. Начали даже считать, что это, скорее всего, пришельцы прилетели на Землю, а потом начали улетать. Есть множество догадок, которые вам не скажут, да и которые вам не покажут. Как вы думаете, что в этом видеосюжете странного? Да здесь много чего странного. Необычные летающие объекты. Необычный момент. Почему я не вижу ни жителей, никого? Я вижу, что стоят автомобили и все. Но самый интересный момент это заключается в том, что вокруг нас происходят такие странные события. Ведь почему именно в России их часто видят, эти летающие объекты? Взять на Камчатке, взять на Дальном Востоке, взять в Сибири, взять везде. Поэтому множество странных событий может даже создавать карту, как они прилетают и где их было замечено много. Я не к тому, что множество наших людей, которые видят такие уникальные видеосюжеты, считаются, что это какая-то ситуационное интересное явление. Это странный, но очень интересный момент. Ну а это еще не все. Это видео, друзья, также показывает, как много нас отличает именно эти необычные разработки. Скорее всего, это вообще секретное оружие. Ну и последний необычный момент видеосюжета, который также очень заинтересовал множество наших подписчиков. Кстати, в этом месте на Алтае был замечен еще очень интересный момент. Я честно не мог даже и додуматься, что в этих местах располагается целый, можно сказать, город. Военный город, который разрабатывают какие-то технологии. Мы уже не первый раз это слышим и не первый раз видим. Но здесь очень интересный момент, что в этом видеосюжете можно увидеть, как необычный объект подлетает к нам или что-то еще рядом с этой рекой. И подумайте, друзья, на самом деле, а вдруг вообще от нас скрывают такие технологии, которые получили еще в советском времени и сейчас их создают, как пирожки. Лепят постоянно. Ответ, конечно, очень интересный будет после того, когда мы это сами почувствуем реальностью. А пока что нам присылают эти видеосюжеты, рассказы и необычные истории. Вот такой необычный, друзья, момент, который сегодня произошел. Я надеюсь, вам было очень интересно. Не забудьте поставить лайк или хотя бы подписаться. Вот тебе и секретные материалы моря, о котором никто даже и не знает. Ужас, что от нас скрывает. Тайна теперь раскрыта точно. Всем привет, друзья и подписчики. Вы на канале Тайной Налог. Но сегодня хочу вам рассказать много чего интересного. А самое главное, вы узнаете много секретных материалов. С чего начнем и с того закончим. Ну а вы не забудьте подписаться или оставить комментарий. Ибо то, что вы сейчас узнаете, вы даже не поверите мне. За последнее время множество российских и советских инженеров на то время и сейчас разрабатывали очень уникальные вооружения. Вы это все знаете. Но сейчас эти доработки стали именно инженеры России. Как это все происходило и что за этим стоит, мы с вами сейчас разберемся. Множество очевидцев считает, что военные скрывают сверхсекретные материалы. И это не первый случай. Например, они думают, что есть множество технологий, которые именно за границей считают другие политологи. Что на самом деле мы видим? Во-первых, множество наших людей, которые видят наш интересный канал, они думают, что это все-таки какой-то фантастический фильм. Всякие необычные вооружения, технологии, летающие объекты и даже, друзья, нападение на военную технику. Но никто не знает, что эта технология может быть разная. Вот, например, один из этих. Что вы здесь видите? Давайте вместе с вами увидим. Друзья, это необычный перехват или как его можно сказать, объяснить это сопровождение. Значит, что это вообще такое? Запуск секретного вооружения. Спутник. Да, такой же необычный, как и Илон Маска. Но суть в том, что у этого орудия есть своя функция. Все, наверное, смотрели фантастические фильмы. Лазерные пушки, нападение на каких-то там людей, именно с объектами НЛО. И здесь происходит лазерный луч. Все знают, что такое лазер. Но здесь, друзья, происходит уникальный момент. Он может летать в космосе. И не только. Его высота автономна. То есть он определяется именно компьютером. А именно искусственным интеллектом. Конечно, есть множество догадок о том, что это фейк и неправда. Поэтому множество наших любознательных очевидцев считает все это как-то спонтанно. Ведь множество видеосюжетов реально уже могут напугать. Но к чему я это вам рассказываю? Чтобы вы понимали ситуацию. Множество объектов, которые происходят, они происходят не спонтанно, а целенаправленно теми войсками, которые создают это оружие. Я хочу сказать много чего интересного. Кто-то поверит мне, а кто-то нет. Но технологии скрывают именно специальные люди. Но их создают для того, чтобы не нападать, а напугать. У кого больше научного прогресса в технологии, те люди или та страна будет выше всех. К тому это, друзья, не первый случай, который мы с вами сталкиваемся. Во-первых, такие технологии, которые сейчас мы видим, это просто спонтанно, странно и необычно. Видеосюжеты, которые называются нападение на целые города или что-то нападение на технику. Ведь множество людей считают, что это все-таки прогрессивная ситуация, которая сейчас происходит. Технология, оружие или что-то еще. Почему есть множество подразделений технологий, которые разделяются на множество интересных событий. Эти технологии могут быть разного назначения. Кто-то считает, что ракета, самолеты, бомбы, подводные лодки и так далее. Это другая технология. Они правильно думают. Но есть и сверхсекретная технология, как лазерные пушки, необычные летающие объекты или что-то наподобие. И еще создается супертанки, суперсамолеты, супер какие-то дроны и так далее. Но есть множество видеосюжетов, которые не могут люди просто как-то определить. То есть они могут видеть НЛО, но на самом деле это не НЛО. За последнее время стали появляться очень уникальные видеосюжеты. Посмотрите на этот необычный кадр. Часто думают, что это какая-то установка или что-то еще. Но на самом деле сравнивать ту иную ситуацию можно досконально. Ибо то, что мы сейчас с вами видим, это не первый случай. Технология, как называется прогресс нового поколения, создается для того, чтобы все это назначилось именно вперед. То есть прогрессивные ситуации, действия этой технологии направлены на сдержание. То есть лазерные пушки устанавливаются для того, чтобы остановить дроны, самолеты вражеские или кто-то еще. Поэтому множество технологий сейчас уходят именно в лазерную структуру. Почему? Создаются именно вооружения, именно лазерные. Меньше звуков, меньше взрывов, меньше вида. Но больше того, что может причинить это оружие, очень опасно. Поэтому множество наших подписчиков и хейтеров, конечно, наверное, думает иначе. Поэтому технологии, которые мы сейчас с вами видим, друзья, это не первый случай. Самый интересный момент это происходит дальше. А дальше я вам сейчас покажу то, что вы даже не поверите мне. Последний видеосюжет напугает всех вас. Здесь, друзья, не как объяснить, как показать. Перед вами, друзья, находится секретная зона, красная зона, где располагаются военные части. Здесь испытывают все новые и новые технологии. Но представьте, на самом деле, вы вышли просто случайно или просто заблудились в лесу и видите вот такую картину. Как вы думаете, что вы в первую очередь скажете своим мозгам? Правильно, друзья. Это НЛО. Но на самом деле, все это может даже и не быть НЛО. За последнее время все происходит досконально, секретно и необычно. Технологий очень много. Вооружение просто зашкаливает. Для чего создается оружие? Для того, чтобы сбалансировать те границы, которые могут напасть на эту страну. Поэтому множество технологий сейчас уходит. Но правда ли на самом деле? А может это и реально был объект НЛО? Поэтому множество наших подписчиков и хейтеров всегда задают один и тот же вопрос. А вдруг это не оружие? А вдруг это не технология? А вдруг это вообще летающий объект, который имеет на вооружение нового поколения и странные необычные объекты? Конечно, наши любимые подписчики будут часто задавать эти вопросы. Я часто вам буду показывать. Не забывайте, друзья, ставить лайк, подписываться и комментировать эти необычные видеосюжеты.